Очистительное питание. Перейдем к другому очистительному средству, который я также применяю. Великий натуропат Поль Брех придумал эффективное средство для восстановления чистоты толстого кишечника – это голодать. Голодая раз в неделю 24-36 часов, что позволяет организму добыть дополнительную энергию, которая раньше тратилась на переработку и освоение пищи, теперь же используется на другие нужды организма. За это время каловые камни немного отквашиваются от кишечной стенки. Первая еда после этого воздержания – свежий салат из моркови и капусты без приправ и масла – служит своеобразным веником, который сдирает и вводит вон накипь. Примерно такой же салат придумал и наш Михайлов. В заключении этого раздела скажу, что вначале обязательно надо почиститься по океру. Вместо воды можно использовать мочу, собранную в течение дня. А затем, по желанию, можно выбрать любой из вышеописанных методов или, сочетая их вместе, поддерживать чистоту и порядок в толстом кишечнике. Восстановление стенок и нервов толстого кишечника. Вот что говорит по этому поводу доктор Уокер. На основании опыта нами установлено, что толстый кишечник ни в коем случае не может развиваться и действовать нормально, если человек будет питаться в основном только вареной или обработанной пищей. Поэтому почти невозможно найти человека, у которого толстый кишечник был бы идеально здоров. Если вы чувствуете себя плохо, то первым долгом следует проводить серию промываний толстого кишечника или клизм. После этого свежие овощные соки эффективнее произведут процесс регенерации. Установлено, что наилучшим питанием является смесь соков моркови и шпината. Эта смесь питает нервы и мышцы толстой кишки, а также тонкой кишки. Рецепты соков я взял из книги «Сырьевочные соки». Количество соков дано в унциях. Унция равна 28,3 грамма. Итак, самый лучший сок для толстого кишечника – морковь 10, шпинат 6 унций. Чуть послабее смесь – морковь 10, свекла 3, огурец 3 унции. И если уже совсем ничего нет, то пейте морковный сок не менее 500 граммов ежедневно. Чтобы дело продвигалось скорее в восстановлении слизистой оболочки, применяйте клизмы с рыбьим жиром, облепиховым маслом. Они богаты витамином А, настоями шиповника или ромашки, а не антисептики. Моторика толстого кишечника нормализуется и улучшается. Отключение в питание достаточного количества продуктов, богатых пищевыми волокнами, овощей и фруктов, а также цельных круп. Эта пища оказывает к тому же послабляющее влияние благодаря тому, что она создает большую массу в толстом кишечнике, что усиливает двигательную функцию толстого кишечника. Клетчатка сильно адсорбирует желчь, которая раздражающе влияет на стенки толстого кишечника и стимулирует этим моторику, что также способствует нормальному опорожнению. Из фруктов особенно сильно действуют на перистальтику инжир, сливы, виноград, сухофрукты. В кишечнике они сильно набухают, увеличиваются в объеме и массе. Сильным послабляющим действием из овощей обладает морковь, свекла и салаты из свежей капусты. В белокочанной капусте много клетчатки, она полезна при запорах, но при калитах она не рекомендуется, так как это грубая клетчатка. Кроме вышеуказанных особо сильных продуктов, в этом отношении прекрасны и другие. Арбузы, дыни, мед, растительное масло, черный хлеб. Очень полезен прием свежевыжатых овощных и фруктовых соков. От 300 до 500 граммов, помимо вышеуказанных. Проросшая пшеница здорово облегчает стул и регулирующе действует на весь желудочно-кишечный тракт. Некоторые люди при приеме большого количества овощей и фруктов начинают жаловаться на вздутие живота, образование и отхождение газов. Наиболее газообразующими являются горох, фасоль, лук, капуста, свекла, но они как раз и способствуют опорожнению кишечника. В меньшей степени вызывают газообразование картофель, огурцы, морковь, грибы, почти все ягоды и фрукты, а также черный хлеб и молоко. Образование газа в кишечнике объясняется тем, что жизненно активные элементы, входящие в состав овощей и фруктов, особенно сера и хлор, разлагают накопившиеся в кишечнике продукты гниения, накип химической реакции. Особенно ценен в этом отношении сок сырой капусты с высоким содержанием серы и хлора, очищающими слизистую оболочку желудка и кишечника. Вот вам и еще один тест на определение загрязнения стенок толстого кишечника и вообще токсического состояния всего желудочно-кишечного тракта. Если после питья капустного стока образуется большое количество газов или ощущается другое беспокойство, это означает наличие вышеуказанного. Приучая себя к употреблению сырого сока капусты, надо постепенно. Сначала выпивайте его пополам с морковным, затем постепенно уменьшайте долю морковного сока. 300 граммов свежего сока капусты в день, как говорит доктор Уокер, могут дать вам достаточное количество живой органической пищи, которую не дадут и 50 килограмм валеной или консервированной капусты. Он также предостерегает, что добавление соли к капусте или ее соку уничтожает ценность, а также вообще вредно. Образование газов также наблюдается при неправильном сочетании продуктов, например, гороха с хлебом, фасоли с мясом и так далее. Желательно вышеуказанные газообразующие продукты съедать отдельно, после свежего сырого салата. Жидкости, в том числе и соки, пить до еды. Тогда, если у вас слизистая кишечника нормальная, нет накопи, всякое газообразование исчезает. Если же растительная пища вызывает брожение в кишечнике, то она не может разлагаться в нем, так как сама ее кислотность выводит ее из организма, несколько послабляя стул. Это оказывает стимулирующее действие и быстро очищает кишечники естественным путем. При выраженном вздутии живота можно применять ветрогонные смеси, настой из цветков, ромашки и семя укропа. А также, если все-таки от большого количества сырой пищи у вас наблюдается вздутие, слабо тушите ее. Это позволит вам избежать газообразования. В нормализации стула вам помогут и другие средства. Первое. Беритм толстого кишечника с 7 до 9 часов утра по местному времени. Это 2 часа наивысшей активности толстого кишечника в течение суток. Второе. Ягин с вами Йогананда советует дышать сырым утренним воздухом, который способствует эвакуации. Третье. Позыв на стул гораздо легче вызвать у себя во время акта мочи и спускания. Есть определенная аналогия между рефлексом движения мочевого пузыря и движениями обудочной кишки. Отсюда волевой акт имеет большое воздействие как раз в этот момент. Рамола Монтовани не советует доводить себя до чувства нужды, а вызывать усилием воли, используя вышеописанные механизмы. Это, конечно, сделает вашу толстую кишку сознательной, легко управляемой и гораздо меньше загрязняющей. Четвертое. Очень важное значение имеет поза при упражнении кишечника. Обычно это два положения, сидя на унитазе и в положении на корточках, так называемая поза орла. В позе орла, когда бедра приведены к животу и помогают мышцам брюшной стенки, требуется меньше усилий для поражения кишечника. Исключается излишнее натуживание, что особенно важно при больном заднем проходе, а также и для профилактики. Поза орла способствует одномоментному акту дефекации в течение 5-7 минут, а то еще быстрее. Обычно 2-3 минуты вполне достаточно. При этом основная масса калово содержимого ходит при первом натуживании. Акт дефекации следует совершать после глубокого вдоха, при этом диафрагма опускается и органы брюшной полости, надавливая напрямую кишку, способствуют ее поражению. Это одномоментный акт дефекации. С детских лет надо приучать ребенка к такому акту. Применение этих 4-х моментов в различных комбинациях и особенно вместе поможет естественному налаживанию позыва на стул, сделает его управляемым волевым актом и принесет вам очень много здоровья. Однако, есть настолько ослабленные и упрямые толстые кишечники, что желательно дополнительно прорабатывать комплексом физических упражнений. И в этом нам поможет йога. Я приведу комплекс упражнений Ягина Свами Шивананды. Ниже приведенные упражнения он советует проделывать ежедневно от 5 до 10 минут. И они, по утверждению Свами, позволяют всего за несколько дней достичь совершенного здоровья. Упражнения, дающие здоровье, силу, долгую жизнь и делающие людей счастливыми. Первое. Утиха-ширша-экопада-чакрасана. Лягте на спину, положите руки под ягодицы или вытянув вдоль тела. Поднимите голову, поочередно сгибая ноги, выполняя движение езда на велосипеде. При движении коленей попеременно оказывается у груди. Каждая ступня при этом описывает круги. Держите голову поднятой. Слабые люди не должны поднимать головы. Если чувствуете усталость, отдохните, а затем повторите упражнение один или два раза. Упражнение устраняет дефекты ягодиц, талии, живота, спины, груди, ног, коленей, ступней. Оно очищает семя, устраняет ночные полюции, очищает кровь, изгоняет кольчатых червей и даже излечивает паралич. Если парализована рука, выполняйте такие упражнения, как ногами. Регулярной практикой этого упражнения достигается здоровье и сила всего организма. Второе. Утиха две падасана. Вытянутые ступни. Лягте на спину, прижав вытянутые руки к полу. Медленно поднимите вытянутые ноги под углом 45 градусов, не сгибая их в коленях. После этого опустите их, не дотрагиваясь до земли. Повторите 4-5 раз. Упражнение дает большой эффект, когда его выполняют с поднятой головой. Четвертое. Утиха эко падасана. Вытянутая ступня. Лягте на спину и поднимите ногу под углом 45 градусов. Затем поочередно, медленно поднимайте и опускайте одну ногу, не дотрагиваясь до пола. Упражнение хорошо укрепляет мускулатуру живота и кишечника, очищает семя, предотвращает ночные полюции, а также изгоняет кольчатых листов. Упражнение дает лучшие результаты, если его выполнять с поднятой головой, но слабым лицам это противопоказано. Четвертое. Утиха хаста марунда сана. Лодка. Лягте на спину, поднимите и положите на пол вытянутые вверх над головой руки. Медленно подносите обе руки к носкам, не поднимая ног и не сгибая колени, пока не почувствуете напряжение мышц живота. Останьтесь в этом положении 10-15 секунд. Затем вытяните вперед руки и дотроньтесь головой колени. После этого медленно возвращайтесь в исходную позицию. Повторите несколько раз. Упражнение устраняет дефекты живота, спины, позвоночника, груди, талии, шеи и т.д. Пятое. Утиха хаста эко подасана. Лягте на пол, вытянув вдоль тела руки. Подняв их вверх и вытянув вперед, оторвите корпус от пола, приняв положение показа на рисунке 5. Как только почувствуете напряжение мышц живота, медленно поднимайте по очереди на ноги, так чтобы между полом и припуднятой ногой образовался угол 45 градусов. Повторите упражнение 3-4 раза, а потом в быстром темпе 5 раз. Упражнение укрепляет кишечник и дает эффект, как и предыдущие упражнения. Шестое. Пада паршва чаланасана. Лягте на спину, вытянув руки в стороны и положив ладони на пол. Затем медленно поднимите соединенные вместе ноги под углом 45 градусов к полу. Останьтесь в этом положении некоторое время. Затем медленно наклоните их влево и вправо, пока они не коснутся пола. Ладони все время находятся на полу. Затем верните ноги в вертикальное положение и медленно опустите их на пол. После непродолжительного отдыха повторите упражнение еще 1-2 раза. Упражнение хорошо укрепляет талию и кишечник, устраняет дефекты ребер, сердца и легких. Тем, у кого слабое сердце, упражнение противопоказано. Седьмое. Бху Джангасана. Лягте на пол и поставьте ладони на пол на уровне груди. Опираясь на руки, поднимите верхнюю часть тела, прогните талию и закиньте голову назад. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 4-5 раз. Упражнение устраняет ожирение и заболевание органов, расположенных в брюшной полости, а также укрепляет мышцы живота, грудной клетки, шеи и рук. Восьмое. Дханурасана. Лягте на пол, согните ноги в коленях, ухватитесь за лодыжки и подтяните их вверх так, чтобы руки выпрямились, спина прогнулась, а живот напрягся. Вначале пусть колени будут расставлены. После непродолжительной практики выполняйте упражнение с соединенными коленями. В течение упражнения выполняйте 4-6 качаний. Со временем живот подтянется. Упражнение устраняет все заболевания пищеварительной системы, а также все недостатки в развитии позвоночника. Эта осана очень важна, ее должны выполнять каждый мужчина и женщина. Девятое. Артха Шалабхасана. Лягте на живот, вытянув руки вдоль тела и положив тыльную сторону кистей на пол. Поднимите голову, устремив взгляд вперед. Поднимите одну ногу вверх, не сгибая ее в колени. Повторите упражнение второй ногой. При выполнении упражнения носки вытянуть. Упражнение устраняет боли в спине, вылечивает заболевания печени и селезенки. Некоторые женщины, страдающие от острой боли внизу живота. Десятое. Мукта Хаста Кати Чакрасана. Встаньте прямо, расставив ноги. Наклоните корпус и опустите в соединенные вместе руки как можно ближе. Затем медленно вращайте руки и корпус в вертикальной плоскости слева вверх направо. Повторите упражнение в другую сторону. Проделайте в каждую сторону по 3-4 вращательных движения. Выполняйте эти упражнения медленно. Упражнение вначале может вызвать головокружение и даже падение. Оно хорошо укрепляет мышцы живота, грудной клетки и рук. А также вылечивает хронические запоры. Поэтому эту асану должен выполнять каждый. Одиннадцатое. Прушцха Валита Ханумасана. Встаньте прямо, соединив ноги вместе. Отставьте левую ногу как можно дальше вперед, согнув ее в колени. Правая нога остается прямой. Поднимите сложенные ладонями руки над головой, отводя их назад. Затем опустите руки вниз, касаясь пола и повернув корпус тела влево. Повторите упражнение в противоположную сторону. Проделайте это упражнение в обе стороны. Упражнение вызывает сильное напряжение всех мышц тела, хорошо укрепляет талию и вылечивает заболевания органов, расположенных в брюшной полости и в грудной клетке. Двенадцатое. Дандхи Мат Ханасана. Встаньте прямо, соединим ноги и вытянув вперед руки, сжатые в кулак. С усилием выбрасывайте по очереди руки, имитируя движение боксера. Корпус при этом вращается в обе стороны. Упражнение устраняет запоры, укрепляет мышцы грудной клетки и брюшного пресса. Тринадцатое. Вакша Спрушта Джану Врикшасана. Встаньте прямо, соединив ноги вместе и выгнув грудь. Затем быстро поднимайте согнутые в коленях ноги. Ноги поднимаются поочередно и как можно выше. Эта асана очень важна. Она уменьшает объем живота, укрепляет мышцы брюшного пресса, очищает семя и устраняет ночные полюции. Четырнадцатое. Наклоняйтесь вперед и поднимайте по очереди на колени, касаясь пятками ягодиц, как при беге на месте. Упражнение выполняется бесшумно, на носках, на одном месте. Вначале бегите медленно, а затем быстро. После 2-5 минут такого бега даже опытный бегун ощущает усталость. Быстрая ходьба и бег являются естественными упражнениями и поэтому считаются одними из лучших. Благодаря такому упражнению человек становится активным, его легкие сердца укрепляются. Те, у кого больное сердце, должны выполнять это упражнение в медленном темпе. Упражнение очищает кровь, устраняет запоры, укрепляет мышцы ног, усиливает аппетит и полностью устраняет ночные полюции. Все боли человека исчезают, если регулярно практиковать это упражнение. Даже одно это упражнение делает человека совершенно здоровым и продлевает его жизнь. Тучным людям необходимо воспользоваться плодами этого чудесного упражнения. Приведенные рисунки упражнений помогут вам лучше разобраться в предлагаемом комплексе. Кто не располагает подобным временем, слаб, болен, тот должен выполнять по крайней мере асаны, приведенные под номерами 1, 3, 7, 8 и 14. Если кому-либо требуются дополнительные уступки, то ему следует ограничиться асанами 1, 3 и 14. Чтобы полностью закрыть этот раздел, приведу систему дыхания, рекомендуемому с вами Шивананда и его 14 советов из книги Йога-саны как средство излечения всех расстройств брюшной полости. Бхастрика пранаяма. Это упражнение представляет собой естественное дыхание, но медленное и глубокое, извлекающий шипящий звук через нос. Примерно такой. Передняя стенка живота при этом двигается взад и вперед. Однако будьте внимательны. При выдохе живот втягивается, при вдохе становится выпуклым, как футбольный мяч. Вначале можно выполнять это упражнение перед зеркалом. Начинать упражнение лучше всего с выдоха. Выдохнули и подтянули живот как можно глубже. Начинайте с 3-4 вдохов и выдохов, производимых с умеренной скоростью. Никогда не делайте это быстро. Избегайте переутовления, так как это ослабляет мозг, вызывает головокружение и может даже привести к сумасшествию. При вдохе грудь должна выпячиваться как можно больше, а плечи должны оставаться неподвижными. Каждую неделю увеличивайте продолжительность упражнения на 1-2 вдоха и выдоха. За 6 месяцев доведите их количество до 108 раз. Таким образом вы проделаете 324 вдоха и выдоха, выполнив 3 упражнения. После каждого упражнения необходим существенный отдых. Больше чем 324 вдоха и выдоха за 3 попытки выполнять нельзя. Бхастрика пранаяма – изумительное упражнение. Оно может дать совершенное здоровье и долгую жизнь. Оно оказывает благоприятное воздействие на мозг, легкие и желудок, делает ум необычайно сильным и заостряет память. Это упражнение является бесценным средством, стимулирующим работу мозга. Оно одно вылечивает полипы, танзелит, ушные и глазные заболевания, астму, насморк, кашель и даже заболевания сердца. Однако людям со слабым сердцем следует осторожно начинать практику этого упражнения и постепенно увеличивать нагрузку. Упражнение вылечивает несварение желудка из опоры, которые десятилетиями отравляли людям существование, а также грыжу и аппендицит. Выпадение и поседение волос полностью прекращаются. Морщины исчезают, уступая место гладкой и упругой коже. Таково необыкновенное воздействие бхастрика пранаяма. Практикуйте ее ежедневно утром и вечером или же по крайней мере один раз в день в хорошо проветриваемом и чистом помещении. Или же на берегу моря или реки, устроившись лицом навстречу дующему ветру. Через 4-6 месяцев появятся удивительные результаты даже у хронических больных. Со временем практикующий это упражнение станет самым счастливым человеком и совершенным йогом. 14 советов для укрепления здоровья. Первое. Никогда не поленитесь потратить 15 минут на практику асан и упражнения для живота. Такие ежедневные занятия обеспечат вам здоровье и долгую жизнь. Благодаря этому вы избавитесь от применения лекарств или любых других средств при недомогании и болезнях. Только здоровье может дать настоящее счастье. Нет здоровья, нет благополучия, спокойствия и счастья. Второе. Выполняйте упражнения, не ошибайтесь. Будьте внимательны, спокойны и жизнерадостны. Во время упражнения держите губы сомкнутыми. Это обеспечит вам здоровье, красоту и долгую жизнь. Третье. Нет упражнений, нет еды. Это должно стать вашим девизом. Четвертое. Кушайте регулярно. Выработайте привычку своевременно отвечать на зоу природы. Пятое. Не кушайте, если вам не хочется. Даже слабейший позыв на стул нельзя отвергать. Шестое. Стимуляторы вроде чая, кофе, табака слабительного в любом виде опасны. Седьмое. Не кушайте по ночам и не спите днем. Это вызывает запоры. Восьмое. Если вы сомневаетесь, кушать или нет, не кушайте. Если вы сомневаетесь, идти в туалет или нет, идите. Вот золотой ключ к здоровью, счастью и долгой жизни. Девятое. Кушайте медленно и не пейте во время еды в воду. Жажда должна быть удовлетворена только через час после еды. Десятое. Пережевывайте каждый кусок пищи 32 раза, чтобы обеспечить здоровые зубы, регулярный стул и не нажить с запоров и их последствий. Одиннадцатое. Не притрагивайтесь к жареной, переваренной, черствой, горячей, холодной и тяжелой пище. Двенадцатое. Ешьте только тогда, когда вы жизнерадостны, свободны от тяжелых мыслей. Никогда не принимайте пищу и напитки, пребывая в гневе и находясь в грязной обстановке. Тринадцатое. После еды медленно прохаживайтесь вперед и назад, одновременно с этим массируя живот рукой, обеспечивая хорошее пищеварение и перистальтику. Четырнадцатое. Особенно заботьтесь о духовном здоровье и покое, так как это гораздо важнее, чем пища в обеспечении здоровья, силы, энергии, счастья и долгой жизни. Тот, кто станет правильно выполнять наши советы и упражнения, никогда не будет знать расстройств желудка. Спустя 4-6 месяцев в регулярной практике этих упражнений наступит полное исцеление от всех заболеваний органов пищеварения. Комментарии излишни. О вреде слабительных. Слабительные действуют на кишечную стенку наподобие удара бича, вызывая сначала сверхактивность, после которой наступает депрессия. Это закон физиологии. Вдобавок, слабительные средства не только не вылечивают человека, а подавляя последствия заболевания, лишь дополнительно усугубляют болезнь и делают ее неизлечимой. Воздействие слабительных в конечном счете портит фильтрующие мембраны и слизистую кишечника, которые непоправимо разрушаются. Избавление от полипов. Если у вас при обследовании толстого кишечника были обнаружены полипы, или же со временем у вас вдруг появились специфические висячие родинки на шее, под мышками, это указывает на образование полипов. Известно также, что полипы являются доброкачественными новообразованиями и со временем могут перерождаться в злокачественные. Обычно медики рекомендуют оперативное удаление их. Однако можно попробовать метод профессора Аминева, который, как я думаю, был им заимствован у народной медицины. В нашем клубе Бодрость имеются удачные примеры этой методики. Она состоит в применении травы чистотела. Сначала немного о чистотеле. Чистотел большой, он же называется бородавочник, использует надземную часть растения, то есть траву. Наиболее сильна трава чистотела в период цветения. Биологическое действие и применение. Применяют настой травы чистотела и свежий сок из нее. Этим препаратом прижигают канделомы. Ими лечат папилломатоз гортони. В экспериментах препараты чистотела вызывают задержку роста злокачественных опухолей. Оказывают бактериостатическое действие на возбудителей туберкулеза. В народной медицине млечный сок, настой и настойки чистотела применяют в качестве болеутоляющего и спазмолитического средства при заболеваниях печени и желчного пузыря. В желчных камнях, песке, желтухе, катаре желудка и кишок, поносе, нарушении пищеварения. Для приготовления настоя и настойки лучше всего использовать свежее растительное сырье. В болгарской народной медицине млечный сок чистотела применяют для удаления бородавок. А мы его применяли так. Ко мне пришла пожилая женщина, 118 кг веса и попросила помочь избавиться от выроста в ушной раковине. Как стало ясно из дальнейшего разговора, у нее было очень много висячих родинок. Я порекомендовал ей сделать курсклизм с соком чистотела. Взять растение, растереть его и выжать сок. Одну-две, сколько надо, ложек. Первый раз она в 2 литра теплой кипяченой воды добавила всего 1 чайную ложку свежевыжатого сока чистотела. Курс состоял из 15 ежедневных кризм. Затем 15 дней перерыв. Второй курс с тем же количеством воды, но уже с 1 столовой ложкой сока чистотела. Во время проведения второго курса она подошла ко мне и сказала, что из нее при кризме вместе с водой вышел напоминающий куриный пупок кусок мяса, полип. После третьего курса, когда она стала применять по 2 столовые ложки чистотела, она подошла ко мне и сказала, что у нее отпал вырост на ушной раковине. За короткий срок, около 6 месяцев, с ней произошли такие разительные метаморфозы, причем в лучшую сторону, что многие занимающиеся стали использовать чистотел. В настоящее время вес у нее около 87 кг. На удивление свежее лицо и, как она говорит, летаю как балерина. Итак, методика следующая. Первый курс 10-20 дней с 1 чайной ложкой сока чистотела. Отдых 15-20 дней. Второй курс тоже 10-20 дней. Но клизмы делать с 1 столовой ложкой сока чистотела. Отдых также 15-20 дней. Третий курс тоже самое. Дозировку увеличить по самочувствию на чайную, а можно и на столовую ложку. Количество курсов также по самочувствию, но не более 4 подряд. Затем делать перерыв на месяц и повторить, а лучше провести подобный цикл с несколько большой дозировкой, начинать также постепенно на следующий год. Исчезновение висячих родинок на шее, под мышками и так далее укажет на исчезновение полипов в толстом кишечнике. Вообще у меня сложилось мнение, что полипы являются специфическими патологическими образованиями и используемые в качестве основы для своего роста гниль и грязь, возникающие в толстом кишечнике. И если использовать аналогию древних, что снаружи, то и внутри, что вверху, то и внизу, возникает такая картина. Патологическое перерождение слизистой толстого кишечника дает выпячивание внутрь полости в нижней части организма. Как комбенсация этого процесса, вверху и снаружи идет другой процесс, выпячивание наружу в висячих родинок. Поэтому можно воздействовать сразу с двух концов. Снизу клизмами, а сверху примочками чистотелом. Но основное это наведение чистоты в толстом кишечнике, которое ликвидирует зародыш этого процесса. После ознакомления с соответствующей медицинской литературой и опытом применения чистотел у меня сложилось мнение, что клизмы по Уокеру лучше делать соком чистотела. Это многоэффективные. Например, сухощавая женщина прошла полный курс промывки толстого кишечника по Уокеру, но не получила желаемого результата. Когда же она сделала несколько клизм с чистотелом, эффект был налицо. Во-первых, вышло множество разнообразной слизи. Во-вторых, живот стал мягким и лучше заработал. Дополнение. У многих людей после курса клизм с чистотелом возникает закрепление кишечника. И это естественно, ибо чистотел обладает высушивающими и отрывающими свойствами. Чтобы устранить закрепление и нормализовать слизистую оболочку толстого кишечника, рекомендую сразу после курса с чистотелом сделать от 2 до 5 клизмочек с теплым молоком и растопленным в нем сливочным маслом. 300 грамм молока и 30 грамм масла. Такая клизма делается раз в день с помощью обыкновенной спринцовки. Ведя молоко, лягте на спину, таз вверх и полежите так 30-45 минут, а затем идите в туалет. За это время слизистая от толстого кишечника нормализуется, а закрепление устраняется. Восстановление нормальной микрофлоры. Восстановить нормальную микрофлору толстого кишечника нам поможет выполнение пункта 1. Очистив и нормализовал pH среды в толстом кишечнике, мы создадим благоприятные условия для развития необходимой микрофлоры. Изменив питание, сделав акцент на употребление свежеприготовленных овощных соков, салатов, цельных круп, пророщенных зерен, орехов, включение ягод и дикорастущихся дубных трав, послужит исходным среднем для развития нормальной микрофлоры. У кого возникает газообразование от обилия сырой пищи, тушите ее, и тогда будет все нормально. То есть подвергайтесь слабому температурному воздействию. Ведь поступление пищи в организм уже через десятки минут приводит к активации и размножению микроорганизмов, населяющих полость желудочно-кишечного тракта и слизистой кишечника. Ученые давным-давно установили, что микрофлора толстого кишечника изменяется от питания. Один вид микробов может вытеснить другой. Таким образом, в зависимости от пищи, принимаемой нами, мы можем выращивать внутри себя разнообразные микроорганизмы. Но кишечная микрофлора – эволюционно закрепленная форма существования большинства многоклеточных организмов и должна быть строго специфичной. У человека она правильно развивается только на сырой растительной пище, либо слабо тушеной пище растительной, плюс немного правильно приготовленной цельной пищи, крупы и так далее. Такая микрофлора позволяет нам переваривать 50% пищевых волокон и добывать из них дополнительное питание. К тому же растительные волокна обеспечивают в толстом кишечнике антитоксичность. Вареная, рафинированная, неправильно сочетаемая, богатая белками и сахарами пища, позволяет культивировать патогенную микрофлору, которая отрицательно влияет на усвоение кальция. Это одна из причин поголовного разрушения зубов и не дает нормально функционировать и восстанавливаться толстому кишечнику. Это другая причина массового распространения среди населения расстройств и болезни толстого кишечника. Кроме того, фрукты, ягоды и овощи являются основными источниками органических кислот, которые способствуют поддержанию нужной слабо кислой pH среды во всем пищеварительном канале. Вареные продукты, белки и сахар, наоборот, сдвигают pH среды в щелочную сторону, благоприятную для брожения и гниения. Восстановить микрофлору помогает голодание с последующим правильным питанием. Это один из кратчайших путей изменения микрофлоры с патогенной на нормальную.